Конечно, знание предмета, эрудиция, общая эрудиция. Учитель не может быть настоящим учителем с большой буквы, если он, будучи математиком, не читает книг, не ходит в театр. И учитель должен вдохновить своих учеников не только быть математиками, философами, инженерами, космонавтами, кем угодно. Научить их любить жизнь, любить людей, интересоваться очень многим, а не замыкаться узко в какой-то одной проблеме. Вот это, мне кажется, призвание учителя. Для меня, конечно, образ учителя – это, прежде всего, воспитатель. Человек, который не вдолбил в голову какие-то конкретные знания, а научил основам, задал систему жизненных ценностей, моральных ценностей. И научил основам предмета и дал базу, от которой можно эти знания развивать. Настоящий учитель должен слышать и слушать своих учеников, прививать им те навыки и знания, которые обязательно пригодятся в жизни. И заниматься не только преподаванием, например, своего какого-то отдельного предмета, но и давать именно жизненные знания. Ну, во-первых, учитель должен давать знания, то есть он должен приносить пользу тому, кого он учит. Неважно, когда эта польза будет осознанна завтра, здесь же на лекции, через год, через 10 лет. Но учитель – это тот, кто дает информацию, помогающую жить и работать. И действительно достигать той цели, которую человек хочет. Во-вторых, он должен любить тех людей, с кем он общается. Потому что при негативном отношении к аудитории, при негативном отношении к ученикам, очень сложно передать знания в желаемом объеме. Помимо знания своего предмета абсолютного, нужно уметь быть на равных с маленьким человеком. А для этого нужно, видимо, помнить себя маленького. В первую очередь должен быть, конечно, профессионал. Этот человек должен любить свою работу, любить детей. Ну, не просто любить, да, он это должен постоянно и подтверждать. Также он должен быть коммуникабельным, разносторонним, может быть, даже с чувством юмора. И должен разбираться, как мне кажется, во всем сейчас. Должен быть современным. Ну, сейчас, мне кажется, немножко отдалились наши учителя от наших детей, немножко поменялись правила игры в школах, скажем так. Но я считаю, что учитель все равно должен быть второй семьей для наших детей, прислушиваться к детям, к детям воспитывать детей. И школа должна жить одной семьей, это вот такое мое мнение. В первую очередь учитель должен быть человеком. Он должен уметь слышать, видеть, понимать того человечка, который приходит к нему, потому что это все равно личность. И самое главное достоинство учителя – уметь понять, оценить эту личность. Учитель, я считаю, одна из самых высоких профессий на земле, потому что мама – учитель. Приходишь где-то, режиссер – это учитель для своих актеров, педагог – это учитель. Поэтому я считаю, это самая сложная, самая тонкая и самая душевная профессия на земле. Редактор субтитров А.Семкин